Телефонная книга напоминает свалку. Apple совсем не хочет развивать штатную звонилку и адресную книгу. Визитки прикрутить некуда, на том же Android все реализовано лучше. Здравствуйте дорогие друзья, сегодня я вам расскажу про функциональный менеджер контактов, визиток и даже замену штатной звонилки на iOS Temp Fonts, так что будет интересно, усаживайтесь поудобнее. Что же нам предлагает Temp Fonts? Начнем с раздела контакты. На вкладке все мы видим классическую адресную книгу с длиннющим списком, если просто тапнуть по контакту то откроется системная информация, но если нажать на специальную галочку и раскрыть меню, будет предоставлен доступ к фото информации. Полезная опция, так как сюда можно прикрепить к примеру визитку с большим списком информации, которую просто лень вводить самостоятельно, плюс не придется устанавливать отдельное приложение в визитницу. Список всех визиток есть в отдельном меню. В раскрытом контакте есть опция напоминания, тоже очень крутая штука, позволяющая добавить текст и дату или срок, когда необходимо сделать важный звонок. Посмотреть список напоминаний можно в специальном меню, правда напоминания без текста не отображаются. На этом не все, имеется кнопка для быстрого добавления контакта во временно. Это специальный раздел с контактами, информация о которых должна храниться лишь определенное время. Нечего разводить в адресной книге помойку. Контактов может быть много и не мешало бы их сгруппировать. Механизма удобной группировки в адресной книге iOS нет, приходится заходить в каждый контакт и по отдельности добавлять компанию. В Temp Fonts это возможно в отдельной вкладке. По окончанию работы с группой просто удаляйте ее и все временные контакты также покинут адресную книгу. Удобно? Однозначно. А вот если в группу попали далеко не временные контакты, то есть кнопка расформировать. Работа с группами еще удобна тем, что можно осуществлять массовую рассылку на электронную почту ну или по SMS. Кто-нибудь еще пользуется вообще SMS? Не менее важной функцией станет фото контакт. Я бы даже сказал основной функцией, добавляйте только имя и необходимые фотографии, к примеру с гилбордов и все. В дальнейшем с самой фотографией можно быстро и удобно добавить телефон, сайт или почту. Быстро совершить нужное действие, приложение сразу же переходит на звонок, браузер или отправить письма и сохранить набранные данные на будущее. Фотоконтакты также отображаются в визитнице. Вкладка избранная дублирует возможности штатной звонилки, а вот в клавишах скрылась функция которую ждут все владельцы айфон. Поиск среди контактов адресной книги по номеру телефона. Эту штуку Apple уже давным-давно должна была взять на вооружение, но увы. В iOS 11 они только со шрифтами поиграли и кнопку стирания перенесли. Очень понравилась оперативность разработчиков в решении возникших вопросов. По сути фидбэк является важнейшей составляющей любого проекта. Где надо подскажут, что надо реализуют. Разумеется если это возможно в условиях ограниченности книги iOS, я вот уже вторую неделю не могу достучаться до девелоперов Syncs 3, а их продукт к слову стоит 10$. Кстати о цене. Приложение бесплатно, не имеет рекламы и подписки, но есть ограничения. 15 временных контактов, 10 фото для контактов и 5 групп. Купив Pro версию по доступной цене вы избавитесь от лимитов навсегда. TempFonds станет отличным дополнением к штатной звонилке и замене адресной книги iOS. Главное что разработчики не собираются останавливаться на достигнутом. Ссылочку на скачивание вы найдете в описании. Ну а на этом все, с вами был Вадим Ищенко на канале ProTech, не забывайте подписываться на наш канал и ставить лайки. До скорых встреч, увидимся в следующем видео, пока-пока. Колокольчик, колокольчик нажать не забудьте.